Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на ноутбук от компании Asus. Это компактное решение, при этом включающее в себя такие аспекты, которые ты даже себе представить не можешь. И он действительно удивляет. Это один из, наверное, самых необычных ноутбуков Asus за последнее время, что у меня был на тесте. А надо еще и понимать, он из ROG серии. Это именно Asus ROG. Давайте вместе разбираться, как это все работает. И это не просто игровой ноутбук. Это первая модель, которая положила начало совершенно новой категории устройств. Здесь у нас 13-дюймовые решения, заключенные в корпус толщиной всего 15,8 мм. Вес 1,3 кг. А экран способен раскрываться на 360 градусов. Понятное дело, что он сенсорный и в моем случае еще и 4К. Однако, это игровое устройство. Вы спросите, как в такой гомбактный корпус уместилось то железо, которое чаще всего находится в решениях несколько большего размера. А все просто. Есть внешний модуль, который называется ROG XG Mobile. И он как раз вмещает в себя ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков. И поддерживает специальный интерфейс PCI-Express. По нему он подключается к ноутбуку, и вы получаете всю мощь данной видеокарты, а также дополнительно хаб, который позволяет вам получать порты для ввода-вывода. Также встроенный адаптер питания мощностью 280 Вт находится там же в комплекте. Ну и подсветочка красивенькая там тоже есть. На левой грани ноутбука находится XGM Port. Тот самый для подключения внешней видеокарты. И он же совмещен с USB Type-C 3.2 Gen2 с поддержкой технологии Power Delivery и DisplayPort. Полноразмерный HDMI 2.0B. 3.5 мм совмещенный порт для наушников и гарнитуры. На правом торце у нас находится кнопка включения-выключения. Она же совмещена с сканером отпечатка пальцев. Да, здесь он тоже есть. Ну и конечно же есть порт USB Type-A. Это у нас тоже 3.2 Gen2 и USB Type-C. И еще один аналогично 3.2 Gen2. Клавиатура крайне удобная. Ход клавиш достаточно упругий. И вы знаете, это как всегда у компании Asus. К клавиатуре придираться не хочется от слова совсем, потому что тебе удобно печатать. Это шикарные клавиши, отличные разнесенные и с феноменальной эргономикой. Есть несколько уровней подсветки. Сверху отдельно вынесены мультимедийные клавиши. Это прибавить-убавить громкость. Включение-отключение микрофона. И это в общем-то очень удобная функция, если мы говорим про игровой ноутбук. А также кнопка с логотипом Asus ROG для вызова фирменной утилиты. В качестве процессора у нас выступает AMD Ryzen 9 5980HS. Максимальная комплектация. А это на секундочку 8-ядерный процессор, который имеет 16 потоков. И он отлично подойдет как для игр, так и для воспроизведения медиа-контента. Портативная конфигурация тоже подойдет для игр, так как у нас внутри установлена дискретная NVIDIA GeForce GTX 1650. А дисплей у нас бывает двух форматов. Либо это 4К, то есть таким более высоким разрешением. Либо наоборот с высокой частотой обновления. 120 Гц, но уже при Full HD разрешении. Обе версии экрана поддерживают технологию адаптивной синхронизации Adaptive Sync. По цветам, по цветопередаче, по углам обзора у меня вообще никаких вопросов нет. В моем случае это 4К Ultra HD вариация. И если вы будете смотреть контент, сериалы, фильмы, да и просто работать на ежедневной основе, включая работать с контентом, конечно же, я имею в виду в формате создания, те же видео, фото, вы получите максимум удовольствия. Однако основная магия начинается, когда мы подключаем компактный внешний модуль ROG XG Mobile. Напомню, он включает в себя графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков внутри и мощный блок питания на 280 Вт. Подключение происходит максимально просто. В ноутбуке есть порт, подключаем соответствующий разъем. Далее у нас появляется всплывающее окно, мы подтверждаем. Немножечко ждем, буквально секунд 10-15 и все, у нас все активировалось. Какие преимущества здесь мы получаем? Ну, первое, это бесплатный прирост производительности в играх, до двух раз благодаря технологии NVIDIA DLSS. Она также экономит заряд батареи при автономном использовании ноутбука. Больше 30 игр уже поддерживают данную технологию. Список активно расширяется. Ну и, конечно, она сейчас уже внедрена в движки Unreal Engine и Unity, которые являются одними из самых популярных и востребованных. Дизайн Max-Q третьего поколения, это большая оптимизация для тонких производительных моделей, использование и для управления настройками бесшумной работы, Whisper Mode 2.0 и дополнительное повышение производительности. Здесь у нас есть Re-Asable Bar, DLSS, Dynamic Boost. На самом деле технологий достаточно много и NVIDIA продолжает работать над новыми. При этом, если мы устанавливаем студию в версию драйверов, то получаем прирост более чем в 60 приложениях, если работаем с графикой и видео. А переключается все максимально просто в приложении GeForce Experience. Так что ускорение GPU в рабочих приложениях активируется одним кликом. Как вы уже видите, в играх мы получаем действительно достойный, серьезный результат. При этом я выставлял все на максимум, разрешение родное для дисплея данного ноутбука 4K, и в итоге результат налицо. Да, где-то там минимально я сдвигал настройки, но на самом деле это фактически всегда прямо-таки максимум. И таким образом вы получаете по-настоящему игровое решение. Такие еще используются эффекты трассировки лучей там, где они поддерживаются. То есть вы себя никак не ущемляете. Играете с полными настройками, по полной программе и, конечно же, с полным набором технологий. От DLSS до трассировки лучей. При этом вы должны понимать, что вот именно внешний NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков, подключаемый по специальному разработанному интерфейсу PCI-Express 3.0 x8, по скорости 63 гигабита в секунду. А это больше даже, чем у Thunderbolt 4. Плюс это же и позволяет использовать дополнительные периферийные устройства. Здесь большое количество USB, здесь есть DisplayPort, HDMI. Вы получаете действительно дополнительные моменты, которые позволяют вам пользоваться ноутбуком еще удобнее. Кроме этого, у вас всегда есть возможность, благодаря компактным размерам ноутбука, взять его с собой. Тем более, еще в комплекте идет адаптер питания 100W с разъемом Type-C. И он поставляется в комплекте, напомню. Он меньше, компактнее многих других решений подобного толка. Однако, позволяет вам быстро зарядить ноутбук и получить максимум с точки зрения производительности, если таковая вам нужна где-то в городе. Вы вдумайтесь, с нуля до 50% всего за 30 минут. По итогам, да, это самый настоящий рок, но при этом компактный, мощный. И в целом, наверное, один из самых крутых вообще ноутбуков, что когда бы то ни было попадались ко мне в руки. Он включает в себя все, что я хотел бы получить от современного компактного решения в первую очередь. При этом еще и включая игровые возможности и много чего еще. Asus, в очередной раз вы меня по-хорошему удивили. И именно этот ноутбук я буду советовать всем тем, кто хочет получить максимум производительности в компактном корпусе и при этом получить действительно большое удовольствие от ежедневной эксплуатации ноутбука. Ну а вам советую, если вы искали подобное решение, обратите самое-самое-самое пристальное внимание. Актуальная цена по ссылке в описании, как и всегда, переходим, чекаем, смотрим. Она же будет в перегребленном комментарии. В комментариях пишите ваше мнение по поводу данного ноутбука. Несколько дополнительных роликов тут. С вами не прощаюсь, кликаем на один из них, переходим и увидимся уже буквально через несколько секунд. Смотря на какой нажмете.